Разбираем проект SEI. Что он из себя представляет технически, как это работает, есть ли у него экосистема, есть ли вообще что-то рабочее под этим всем. Далее перейдем к экономике и рассмотрим технический анализ. Разберем SEI по косточкам. И прежде чем начать практику, пару слов о том, что из себя представляет SEI. SEI это по сути layer-1. Обычный layer-1 блокчейн. Сказать, что гипер чем-то примечательным выделяется, нет. Упор делается на скорость. Используются некоторые вещи из Cosmos, Tendermint, SDK и так далее. Это чуть позже посмотрим в технических документах. Это layer-1. Приходит решать задачи в основном связанные с биржами, то есть децентрализованными, то есть есть упор на это. На этом они намекают в своем white paper. Говорят, что мы быстрые, крутые и что-то из нас хорошее получится. Глобально ничего более такого, чтобы его выделяло из других блокчейнов у нас нет. Вся техническая часть подробно расписана в белой бумаге. Она находится на гитхабе проекта. Здесь есть все фишки, схемы работы. Здесь они также указывали, что используют Cosmos SDK, о которой я говорил, его логику, часть, для чего это все предназначено. И вот основная фишка, она чуть ниже описана, это то, как можно использовать в биржах эту всю логику. То есть упор вроде делается на это. Насколько это рабочее все, насколько это будет в DEX применено, но заменит ли это все остальные блокчейны, я не знаю. Посмотрим. Вряд ли это заменит здесь и сейчас какой-то серьезный фундаментальный проект, но свое место под солнцем вполне может найти, как я неоднократно говорил. Не обязательно, чтобы новый блокчейн убил все остальные, занял их место. Эту логику просто выкидываем из головы. Вполне достаточно, чтобы блокчейн смог решить какую-то задачу, смог привлечь аудиторию, экосистему и тогда она сможет найти свое место под солнцем, жить спокойно и работать параллельно с другими. не взамен их, а параллельно. Что касается самого токеда, можем увидеть, что она торгуется на многих крупных биржах. Допустим, если вы гражданин России и у вас проблемы с бинансом, вполне можно на байбите купить условно или на какие-то ио там и так далее. То есть проблемы, чтобы купить, продать монету возникнуть не должно. Ликвидность есть, торги, объемы есть и так далее. То есть с этим у нас проблем никаких нет. Следующий момент, на который мы обычно смотрим, это экосистема. Давайте через сам сайт для начала попробуем. Нажмем All. Это та экосистема, которую они нам презентуют. То есть это в основном какие-то кошельки и какие-то мелкие истории, я так понял. Но мы на некоторые зайдем и попробуем, как это работает. Когда мы заходим в раздел экосистемы, нам обычно очень много логотипов показывают. Это примерно как проекты показывают, какие у них партнеры, там медиаресурсы и так далее. Но это всегда попытка произвести впечатление. Очень часто бывает, что когда мы переходим в конкретный проект, там обычно не оказывается чего-то крутого или оказывается чего-то такого, что мы ожидали. Что-то нерабочее может быть пустое, просто логотип есть. Поэтому мы обязательно сейчас перейдем и посмотрим, что там есть на самом деле. Для этого переходим в DeFi LAMO и спускаемся пониже. Say находится на 79-м месте, по-моему. 79-е место. TVL 11 миллионов. Ну, это небольшая сумма на самом деле, но с учетом того, что сейчас творится на большинстве блокчейнов с TVL, вот посмотрите, здесь очень много блокчейнов, о которых так много разговаривают, и тут тоже не какие-то космические суммы, поэтому, видимо, сейчас не сезон TVL по всему рынку, поэтому мы примем это как данность. Но если перейти в саму экосистему, вот здесь мы уже увидим те проекты, из которых этот TVL сейчас состоит. Здесь у нас всего 7 пунктов Dex, Liquid Staking, Деривативы, Dex, Dex, Liquid Staking, Dex. Здесь учитываем, что OneChain, то есть это те протоколы, которые чисто для Say работают. Это вот, раз, Fuzio, два, и CryptoNit, три. То есть всего три проекта, которые чисто работают на Say. Вот на этих это просто новый блокчейн, который добавили. Поэтому мы сейчас, наверное, на какие-нибудь из них перейдем, посмотрим, как они работают. Но перед этим, наверное, установим кошелек. Для того, чтобы установить кошелек, давайте перейдем в экосистему. Взойдем в разделы Wallets. Вот FinWallet. Почему я выбрал FinWallet? Потому что в Explorer, когда мы connect, у нас есть такой вариант. Но, к сожалению, мы отсюда установить не можем, потому что если я сейчас нажимаю, оно уходит на Twitter, а нам Twitter не нужен. Поэтому уже внутри Explorer, Say, нажимаю ConnectWallet, Fin, Connected to Fin. Супер. Очень, очень классно работает. Ждем, ждем, ждем. Download FinWallet, Download Now, Google Chrome, устанавливаем. Заходим на кошелек. Пароль. И тогда сфотографируем. Сидфраза мы для настоящих кошельков никогда не фотографируем. Здесь мы это делаем только потому, что это тестовые кошельки, и они не несут опасности. Так, второе слово. И 11-я. Вот. Цвет зеленый пусть будет. Кошелек готов. Say у нас, в принципе, можно получать монеты на баланс. Ну что ж, попробуем получить монеты на кошелек. Вот у нас адрес. Я сейчас с биржи отправлю монеты, которые я купил заранее. Давайте, допустим, на 10 монет Say. Я отправил с биржи монеты, и они, по идее, скоро должны прилететь на баланс. После прилета уже попробуем зайти на сайты, которые работают с помощью Say, и сделать какие-нибудь действия. Ну что ж, Say поступили. И не сказать, что это было быстро. Возможно, это проблема в бирже, с которой я отправлял. Но в любом случае монеты на балансе. Поэтому какие-то действия давайте попробуем сделать. В самом кошельке функционала не очень много. Swap. Это coming soon у нас. Buy coming soon. Discover. Ну здесь так. Настройки в основном. Так особо здесь делать нечего. Получить, отправить. History. Скорее всего, это история транзакций. Все. Идем на df.lamo и давайте по очереди пройдем. Например, AstroPort. Не знаю, что это все сайт. Давайте попробуем. Как я понял, это какой-то DEX. Давайте откроем его. Так, находимся мы на главной странице. Давайте выберем Say. Connect Wallet. Нажимаем кошелек. И он почему-то нам предлагает удалить кошелек Fin, хотя он у нас установлен. Абсолютно непонятно. Окей. Вот для меня, допустим, как для пользователя, когда я такое вижу, это сразу как бы звоночек. Ну это элементаршина, которая… То есть программисты, которые делали Connect Wallet на сайте, то есть те, кто отвечали за интеграцию, сделали свою работу очень классно, скажем так. Давайте я вот обновлю, чтобы мы были уверены. Я простой пользователь. Леонид должен уметь делать танцы с бубнами. Да, я зашел, я выбрал блокчейн, я установил кошелек, Fin, нажимаю, и у меня почему-то предлагается его удалить. Это сумасшедшим дом, поэтому я этот сайт просто закрою. Идем на вторую площадку. Посмотрим, что он из себя представляет. Сайт представляется как услуги Liquid Staking. Нажимаем Connect Wallet. Fin Wallet. Интересно, нам сейчас опять предложат удалить. Нет. Видите, в этот раз программисты не криворукие были, оказывается. Молодцы. На самом деле это не мелочь. Я специально сейчас заострил на этом внимание, потому что о каком качестве продукта может идти речь, если программист, который делал интеграцию Wallet Connect, сделал через одно место. И когда ты хочешь подключиться, тебя почему-то предлагают его удалить. Здесь мы видим некоторый дашборд, блокчейн, через который это все работает. Сайт непонятно что вообще. Первый раз вижу. Я не думаю, что вы тоже сталкивались. Здесь у нас, собственно, пары. Say STSA. Это, я так понимаю, какой-то в Rapid Say должен быть. Saylor Convert. Это у нас что-то по типу мостна. Я сразу говорю, я специально не смотрел все заранее. Я хотел, чтобы это все было естественно. Я хочу, вот как я, пользователь, когда первый раз сталкиваюсь, какая у меня реакция бывает и так далее, чтобы вы это все видели сразу. Здесь, естественно, для моста нам нужно подключить MetaMask. Давайте я его подключу. Так, Say Network, Tobin, Smart Chain. Не знаю, вот, что у нас покажут сейчас. Я тебя не знаю. Так как у нас на MetaMask нету, здесь ничего не произойдет. Ладно. На самом деле, сайт. Вот, пожалуйста, что это такое? Короче, супер, все работает. Крутая экосистема. Пойдем дальше. Смотрим следующий сайт. Дериватива. Ливана. Веб-сайт. Start Trading. Интересно, как мы здесь будем коннектиться. Say. Акет. Акет. Окей. Коннектровод. Здесь тоже нам не надо удалять. Интересно. Здесь логика такая. У нас есть пары. Мне сказать, что их очень много. Bitcoin, Dot и Say. Не знаю, почему такой выбор. Ну, условно. Давайте попробуем. А, Bitcoin мы выбрать и не можем на самом деле. Ладно. Здесь у нас есть плечи, как мы видим. Вот наш баланс. Он видит те сицы. Можно. Можно, да. Здесь, как мы видим, есть плечи. И почему-то один к одному даже выбрать не дает. Ну, то есть, минимум 1 и 25. Ну, допустим, мы можем выбрать вот это все. Take Profit. Minimum. Maximum. Open Long. Ну, деривативы. Ну, такое, скажем так. Я лично не пользуюсь деривативами. Вы знаете, если уж захочу какую-то Long позицию или Short открыть, то это точно не будет на чем-то подобном. Но если кому-то нужно это делать анонимно, используя Defy инструменты, вот какой-то вариант здесь у нас есть. Здесь также, наверное, есть и предоставление ликвидности, но не вижу. Earn. APR. То есть здесь, по идее, стейкин должен быть. Окей. Да, здесь можно стейкать свои сей процент. Ну, такое, скажем так. Ладно. С этим тоже все понятно. Давайте еще один откроем, потому что здесь дальше смотреть не на что. Вот что это такое? 20, 17 тысяч долларов TV. Господи. Давайте просто для понимания, с чем мы имеем дело. Откроем веб-сайт. Итак, выберем SAI. Connect Wallet. И, к сожалению, у нас здесь нет варианта кошелька, который мы установили, поэтому здесь тоже никаких действий сейчас не получилось делать. Давайте я не теряю надежду, что мы хоть что-то сможем сделать. Давайте вот Fuzio. Оно чисто на SAI работает. Давайте-ка попробуем. Ну, в общем, с этим тоже все понятно. Даже сайта нет. Я даже не знаю, открывать вот эти вещи или нет. Я просто свапнуть хотел что-нибудь на что-нибудь, но по привычке, чтобы комиссию хоть заплатить за целое видео, ни одной комиссии не было. Грузится, грузится. Так, сайт у нас грузился две минуты. Это у нас как будто игра и какой-то свиток от Чародея. Читаем, закрываем. Launch Up. Connect Wallet. Ну, давай. Фин. Мы близки к успеху. Вот у нас есть SAI. 10 SAI он увидел. Молодец. Это же прям чудо. Тут какие-то монетки есть. Космос, Осмосис. Я так понимаю, по подписям, что это прям в их сети должно быть. Давайте вот на монеты, которые самой платформой. Надеюсь, у них ликвидность есть. Давайте посмотрим по полу. Ликвидить. 237 долларов ликвидность. 53 доллара ликвидности. Я поражен масштабом проекта, конечно. Давайте-ка попробуем. Не знаю, все-таки ради нашего видео сделать слаб. Черт с ним. Вот что будет. Обмен совершен. Попробуем продать это все обратно. Кто видел мои другие обзоры, знает, я очень люблю делать хоть какое-нибудь практическое действие. Хотя бы swap, стейкинг и так далее. Поэтому я прошелся по всем проектам, чтобы дойти до этого. Ладно, это сработало вроде. Вроде как у нас получилось застейкать. От комиссии мы заплатили 0,08. Сей за все это. Ну, что-то рабочее есть. Супер громадными пулами с огромной ликвидностью. Ну, что туда есть. Это не рабочие продукты. Сразу говорю, вот это все, что мы сейчас посмотрели, это стадия разработки, скажем так. Но когда вы заходите на сайт или на DefiLamu, там пишется экосистема, ставится куча логотипов, подписывается огромный TVL, чтобы вы видели, впечатлялись и думали, что экосистема работает. Вот так проверяется, экосистема работает или это все в воздух. В данном случае экосистема будет работать, если это все сработает. Сейчас экосистемы нет. Сейчас мы находимся в разделе, где можно стейкать в пользу валидаторов. Давайте попробуем это сделать. Ну, допустим, для первого. Давайте законнектимся. У нас вот FinWallet есть. Connect to Fin. У нас здесь запросов никаких нет. Давайте обновлю страницу, что ли. Вот. Получается. Некоторые манипуляции, ловкость срок и получается. В среднем у нас EPR в районе 4 с чем-то процентов. Ну, давайте вот, просто чтобы наглядно посмотреть, есть ли вообще минимумы, на какой срок, какие условия. 1, 0, 1. Если он разрешит, мы сейчас застейкаем. Ну что ж, мы застейкали. EPR 4, 4. Любимая цифровая Азия. 5% комиссия. Вот если нажимаю Your Delegations, мы видим, что вот 0, 1 мы заделегейтили. Climb, скорее всего, это будет касаться реворда. Можно ли вернуть? Нет, прямо сейчас нельзя, поэтому это придется оставить здесь. Можно это также добавить, увеличить количество, можно ни этого не делать. Появится реворд, можно будет отдельно забрать реворд. Так как реворд, скорее всего, сейчас 0, то мы просто бы заплатили комиссию, но мы этого делать не будем. Все. Все, что касается стейкинга, это вот история. Стейкинг имеется в виду пользу валидаторов. Видно, кстати, что они пользовались Cosmos SDK, потому что даже стилистика немножко похожа. Но, естественно, в Cosmos все это реализовано намного лучше. Нажимаем Send, выбираем Say. Количество. Максимум. Next. True. И здесь важный момент. Если вы принимаете монеты Say на биржу, например, на Buybit, там нужно будет вам еще взять MIMO, указать вот это MIMO в кошельке и отправить. И только тогда монеты попадут именно к вам как пользователю. Кошелек один на всех пользователей, поэтому, чтобы идентифицировать, нужно вот это ввести. Иначе монеты пропадут и вам никто не поможет. Монеты полетели. Можем открыть Explorer. Вот она транзакция. С какого адреса на какой? Сказать, что очень дружелюбный Explorer? Нет. Он как будто для каких-то гиков сделан. Такое ощущение что я придираю сегодня к Say, но на самом деле я пытаюсь просто быть объективным. Я представляю, что я просто пользователь и зашел, насколько мне это все комфортно. И пока что мне это не очень комфортно. Вся, монеты улетели. Мы с этой историей закончили. Кошелек сотрем. Суть уловили. Перейдем, наверное, к промежуточным выводам и пойдем уже к экономике. Итак, что мы имеем? Мы имеем Layer 1, который использует некоторые инструменты Cosmos Hub, то есть SDK, Tendermint и так далее. Это видно по дизайну, видно по интеграциям. Сделано все криво-косово. То есть вот эта экосистема, которая на сайте очень красиво презентуется, вот она, это все пустота. Мы вручную перешли на эти сайты, попробовали что-нибудь сделать. Единственное, что мы смогли сделать, это свопнуть Sane на непонятные монеты и вернуть обратно. Все. Ликвидности там было не очень много, поэтому сказать, что экосистема работает, не сказать. Но то, что она заработает или нет, это другой вопрос. Это будет зависеть от бизнес-планов этих людей, от их команд, от их умений и так далее. То есть такие косяки, когда я нажимаю Connect Wallet, выбираю кошелек, который устанавливан и мне предлагают удалить расширение, устанавливать его заново, это о многом говорит о серьезности подходов. Кто занимался немножко разработкой и понимает, о чем речь, это конкретная часть команды, которая отвечает за интеграцию в App3, сделала все очень круто, скажем так. Пробежимся быстро по инвесторам. Сид раунд 5 миллионов, стратегический раунд 30, 50, лаунч пол был на Binance, мы участвовали, кстати. Здесь по ценам нету, здесь у нас на Сид раунде есть данные, видим, что продавали по 0,003 цента, далее продавали по 0,008 центов. В любом случае иксы здесь есть у компании, которые их покупали. Смотрим далее список инвесторов. Это в основном венчурный капитал и биржи крупные, если бы они знали, на что их деньги ушли, я думаю, сейчас очень сильно разозлились. Фонды есть, фонды большие, поэтому на эти иксы смотреть сильно сейчас не надо, потому что Coinbase или Multicoin они не инвестируют, я уже много раз говорил, 100 долларов, чтобы пойти потом 1000 долларов сорвать или там 200 тысяч долларов и пойти гулять. Они захватывают индустрию, им нужен контроль над индустрией. Они не то, чтобы инвестируют, они покупают эти проекты, они становятся их владельцами, вы это должны ловить, мысль переварить. В любом случае, пойдемте, посмотрим Token Unlock. Это у нас циркулирующий объем, это Max Supply, то есть мы видим 10 миллиардов, 2,3 уже в циркуляции. Пойдемте посмотрим на разлоки. Разлоки по чуть-чуть идут, как мы видим, вот у нас 4,8 миллиарда это экосистема, то есть это будет выделяться на какие-то полы ликвидности, как вознаграждение, каким-то протоколам, которые начнут за ее работать, чтобы привлечь ликвидность, скажем так, это все может для этого быть. Private Sale 2 миллиарда, команда 2 миллиарда, Foundation 900 миллионов и Binance Launch Pool это 300 миллионов. Прямо в эту секунду у команды Private Sale монеты все залочены, они начнут открываться где-то август 24-го года и там постепенно будут разлачиваться аж до 2030-го года. Мне очень нравится, как-то такие рисуют графики на 30-й или 40-й год, как будто кто-то к этому из участников из ритейла, имею в виду, серьезно относится. Но в любом случае, все нарисовано, все красиво. В очередной раз повторю, я думаю, этого лишним не будет. Вот сильно боятся вот этой даты, когда разлок у инвесторов, они пойдут продавать и так далее. Каждый обзор буду говорить, наверное, потому что новые зрители приходят. Это не так работает. Фонды, которые хотят захватить индустрию, у них немножко другая парадигма мышления. Им нужен контрольный пакет этих проектов. Условно есть сотня блокчейнов, 30 из них будут в дальнейшем являться индустрией, целой новой индустрией. У них есть сейчас возможность за копейки это все иметь, через маркетмейкеров делать какие-то манипуляции, но сохранять контроль над проектами. Ни в коем случае у них нету цели про ритейл больше. Поэтому этих дат сильно не бойтесь. И обычно заметьте, все ждут в этот момент падения, а цена иногда очень сильно растет в этот момент. К чему об этом? К сожалению, на девелопер репорт данных по разработчикам Сэй нету, поэтому мы перейдем уже к графику. Смотрим график, он совсем недавно появился. Здесь я отметил дату и точку входа. То Сэй у нас в портфеле совсем недавно появился 18 числа в декабре вместе с монетами Бенк Кью и Джои по-моему. И так получилось, что в этот день, когда мы купили, мы купили по 23.30 с чем-то и это оказалось вот этой точкой. После того, как мы получили звонок от маркетмейкера, он сказал покупаем, мы сейчас залетаем. На самом деле это было не так. Решение о том, чтобы их купить появилось вот в этом диапазоне. Я взял, на данный момент монета уже выросла, это именно спотовая покупка в портфель и дала по сути 2.5 икса, это вполне хорошо. Что я буду делать? Я посижу с этой монетой еще, ожидаю, что возможно какое-то телепание еще будет, возможный возврат. Честно, я не покупал это для спекуляции такой быстрой. Даст десятки иксов, естественно, зафиксируют часть, возможно, большую часть. 10 лет себе до 2030 посидеть. Но заработать на этом вполне можно. И перед тем, как перейти к выводам, обратим внимание на наш YouTube. На YouTube у нас на данный момент 2500 человек, то есть на каждую тысячу мы хотели делать розыгрыши, но прошлый опыт был не очень хороший на YouTube, потому что появились камеры, они кидали свои левые адреса, я был после наркоза и отправил 50 US детей не тому человеку, потом настоящий связался, ему тоже отправил, в общем, было неприятно, поэтому розыгрыши будут немножко по-другому проходить, я в телеграме, вот у нас телеграм здесь есть, в канале опубликую позже, в телеграме будет появляться пост, где будут написаны условия, что нужно сделать, и для чего это делать, чтобы больше не путать людей, потому что в телеграме есть никнейм, в телеграме плюс-минус можно понять, кто за человек, ему будет очень сложно подделать, и, в общем, будет все это проще делать. В целом, по ютюбу у нас все двигается вполне хорошо, последние видео прям космические цифры набирают для меня лично, может, какой-то ютюбер считает это маленькими, я считаю, это космические цифры, спасибо всем за ваше участие в этой истории в телеграме, более 600 человек на канале, в группе 200 человек постоянно общаются, даже без меня уже общаются между собой, вообще классно, присоединяйтесь, заходите, общайтесь, то есть вот эту атмосферу, которая есть у нас на ютюбе, вот этого инфополя, которое немножко не такое, можно длить и продлевать через телеграм, оставаясь на связи, я там тоже иногда захожу, пишу, читаю, как бы на связи, заходите, будем общаться, также ютюб в ваших руках полностью, я полагаюсь только на вашу реакцию, на органику, то есть никаких каких-то реклам, продвижений и так далее не планирую делать, смотрите видео, нравится, хотите, чтобы этого контента было больше, напишите комментарий, поделитесь с друзьями, ставьте лайк, то есть ютюб что смотрит, время просмотра, кликабельность и взаимодействие, все в ваших руках, я буду делать по максимуму, что я могу, ваша реакция пусть решает, наш канал будет развиваться или нет, все пусть будет по-честному, как и наши обзоры. Выводы по САИ. Если коротко, слабовато и сыровато. Вы видели, я специально на эти сайты заранее не заходил, я хотел, чтобы реакция была максимально такая, какая была бы, если бы я один сидел это делал, то есть единственное, да, я в кадре говорю культурно, в обычной жизни мог им отюкнуться на то, как этот программист сделал World Connect, да, но суть вы уловили, все сыровато. Та история, что они там амбассадоров кидали и так далее, не хочу туда лезть, это бизнес-модель, никто не знает, как они договаривались, как они работали, не хочу туда лезть. Я смотрю, что есть по факту и по техническим моментам. То, что они используют Cosmos SDK, Tendermint и так далее, это плюс, потому что технологии у космоса классные. То, как они его используют, ну, время покажет. Вы видели, что очень много технических оплашностей есть, ну, это вроде мелочи, но из таких мелочей на самом деле и создается картина. Любой проект, он должен какую-то картину рисовать. Это как, ну, например, человек сон видит, вот все естественно работает по законам физики и потом, как эта стена начинает летать, он сразу понимает, что это сон, перестает верить в картину. Ему уже сложно доказать, что это все настоящее. Он теперь понимает, что это сон. Точно так же, когда проекты создают, допустим, есть кошелек, есть там Dex и так далее, у них все должно быть продуманно, по мелочам работать, чтобы я когда заходил как пользователь, я верил в эту картину, я верил, что это все настоящее. Как только я захожу, пытаясь установить кошелек и мне говорит, удали расширение, все, у меня картина сыпется, понимаете, мне уже сложно доверять и относиться серьезно. Несмотря на то, что фонды, ну, не простые, серьезные ребята там деньги вложили, это еще не гарантирует, что все сделают классно. Получится ли на этом заработать, это другой вопрос, как мы не часто упоминаем, не всегда технология связана с ценой. Цена это спекулятивный, история, технология это отдельно. С технологиями определили, что у нас сырая, с ценой мы тоже посмотрели. На самом деле, ну, 2,5-3 икса, допустим, за полмесяца, ну, неплохо, в принципе, можно считать, что мы уже на сей заработали. Мы зашли на тот момент где-то 0,3% от портфеля, то есть, есть детей, уделили, купили, и сейчас это почти 1%, ну, 0,8-0,9% от стоимости портфеля. Ну, по сути, мы уже заработали, мы можем сейчас, ну, не знаю, половину или полностью сей закрыть, сказать спасибо сей, и мы пошли дальше. Единственное, я думаю, что риск не такой большой, и можно посидеть побольше, потому что стадия выхода была, встряска будет далее, и, скорее всего, потом будет памп, я бы хотел в этот момент поймать. А если что-то пойдет не так, ну, соскамиться это все, я думаю, этот убыток мне перекроет уже фундаментальные проекты, которые также в портфеле есть, в более весомых долях. Поэтому я так отнесся к этой истории, то есть я в него не поверил, но на нем заработать захотел. И примите осознанное решение, что делать вам сей. Вы же сами принимаете сейчас решение свое. Я попробовал максимально разносторонне подойти и показать, как есть, чтобы каждый человек, который посмотрит это видео, смог принять свое решение. Возможно, это вам вообще не надо, не вникайте, идите дальше. Пусть это будет эксперимент, я потом расскажу, что из этого вышло. Сильно долго не буду говорить, мне сейчас пока тяжело, потому что не полностью я еще восстановился, еще нос закрытый, но в ближайшие пару недель должно стать лучше. Поэтому давайте заканчивать. На этом все. Меня зовут Арсен. И здесь говорят правду.